МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии подписал ряд законов. Одним из них вносятся изменения в Конституцию Чувашии. Поправки приводят в соответствие отдельное положение главного документа республики с российским законодательством. Пишется в пояснении. В частности, скорректирована статья 40-я об образовании. Изменения в ней вызвали острую дискуссию в Чувашском парламенте. Прежде Конституция гарантировала бесплатное, среднее, полное в скобках общее образование. В новой редакции формулировка изменилась на основное общее образование. Исчезло слово полное, что вызвало беспокойство у отдельных депутатов Госсовета республики. Некоторые усомнились, а не стоит ли за корректировкой права граждан лишь на бесплатное 9-летнее образование. Министр юстиции заверил депутатов, бесплатное общее образование на все 11 классов, а также на начальное и среднее профобразование сохраняется. Отдельные положения закона о выборах главы Чувашии также приведены в соответствии с российским законодательством. Закон Чувашии устанавливает, при выборах главы региона каждый кандидат будет представлять в Центральную избирательную комиссию три кандидатуры. В случае избрания одного из них главой, второй станет представителем Чувашии в Совете Федерации Госдумы России. Вместе с тем, глава Чувашии подписал закон о потребительской корзине в республике. Документом определяется ее состав и объем. В пояснении говорится, что для повышения качества питания увеличивается пищевая и биологическая ценность потребительской корзины. В новой корзине должен вырасти объем мяса и рыбы на душу населения в полтора раза, фруктов почти в 2,5 раза, молока более чем на 19%, а также овощей и яиц. При этом закладывается незначительное снижение потребления хлебных продуктов на 4,4%, картофеля на 12%, простительному маслу, маргарину и другим жирам на целых 20%. Ольга Григорьева, Республика. Картофеля на 12%. В Казани состоялось окружное совещание по вопросам формирования рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. В совещании принял участие замминистра регионального развития России Сергей Дарькин. От нашей республики с докладом выступил глава Минстроя Олег Марков. Олег Марков рассказал, что в Чувашии накоплен определенный опыт формирования государственного жилищного фонда, создана нормативная база, определены объемы строительства, установлен порядок предоставления госжилфонда гражданам. Эта мера государственной поддержки пользуется огромным спросом у населения. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 16 объектов госжилфонда на 1830 квартир общей площадью около 90 тысяч квадратных метров. По словам министра, основная цель программы дать людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, возможность решить эту проблему путем найма благоустроенного жилья на длительный срок, 5 лет по цене в 2 и 2,5 тысячи раза ниже коммерческой аренды. При этом жители госжилфонда имеют право продлять договоры социального найма. Охрана общественного порядка в режиме онлайн. Благодаря совместной работе полицейских и электронных видеосотрудников преступность в городе снизилась, раскрываемость повысилась. Посмотреть на слаженную работу команды и познакомиться с чудо-техникой поближе выехали депутаты Чебоксарского городского собрания и наша съемочная группа. Ваше место. Следуем по Ленинградской, в сторону перекрестка. Этому молодому человеку не повезло. Попытка проникнуть в чужую машину закончилась задержанием. Правда, он не преступник, а подставное лицо. Но оперативная работа полиции самая настоящая. Выясняется, что было совершено преступление, проникновение в ту же машину. Обращается к нам, смотрим на эту часть панели, смотрим, есть ли у нас возможность видеонаблюдения. Дальше уже изымаем видеозапись из архива. Сергей Николаевич, спасибо. Придайте отбой. Своевременно, быстро и точно. Это то, чего так не хватало нашей системе правоохранения, говорят депутаты. Теперь все стало на свои места. Вместо обычных сотрудников ведомства, вот такие электронные видеосотрудники. Они работают без праздников, не спят и практически не устают. И главное, они незаметно, но очень точно делают свою работу. Основная задача системы видеонаблюдения – следить за безопасностью и спокойствием жителей города. Она позволяет анализировать, своевременно определять места совершения преступлений, дорожно-транспортных происшествий и предотвращать их. Программа начала формироваться с 2009 года. На данный момент она работает на 30 процентов. Сейчас установлено 55 камер. К концу 2014 года будет установлено 167 камер. На реализацию целевой программы «Безопасный город» в 2012 году выделили порядка 30 миллионов рублей из местного бюджета. В 2013 году системами видеонаблюдения будут обеспечены все места проведения публичных мероприятий и въезд Чебоксара со стороны поселка Альгешево. Средства немалые, но дело того стоит, утверждают депутаты. Эта система в первую очередь носит сдерживающий характер и возможно для многих потенциальных преступников это наличие данной системы станет определенной преградой для совершения преступлений в будущем. Плюсом программы является и то, что она освобождает полицейских от ненужной работы и позволяет им заниматься другими, не менее важными делами, где техника бессильна. На самом деле нам очень понравилось и мы сегодня видим, куда были потрачены бюджетные средства. Мы приняли решение с депутатами в кулуарах, что эту программу будем развивать и дополнительные средства, необходимые для реализации программы и усиления возможности безопасности жителей нашего города Чебоксары, будет продолжено. Концепция «Безопасный город» включает в себя безопасный микрорайон, двор, подъезд и безопасная квартира. Полицейские мечтают и о системе видеоидентификации личности и о создании глобальной общегородской сети наблюдения. Технические возможности безопасного города безграничны. Точнее, ограничить их может только отсутствие финансов. Где взять деньги, решать будут депутаты. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Какой участок свободен, а какой находится в пользовании, сколько гектаров земли возможно отдать под строительство жилья. О том, как пополняется единый информационный ресурс свободных от застройки участков Чувашия, журналистам рассказала министр имущественных и земельных отношений Светлана Янилина. Сведения на едином информационном ресурсе размещены по 47 участкам. Это без малого 204 гектара. Семь участков находятся в республиканской собственности, остальные в реестре значатся как муниципальные земли. Безусловно, список должен пополняться. Эта задача ложится на глав муниципальных образований. Они не только должны держать под контролем абсолютно все земли, но и видеть их перспективу. Неэффективные земельные участки, они могут быть не сформированы на сегодняшний день. То есть, может быть, один массив, допустим, площадью 1 гектар, из них используется всего-то 0,2 гектара. 0,8 гектаров оно не используется предприятием или учреждением муниципальным. То есть, вы сформируете этот участок и его будете использовать как раз для включения единый информационный ресурс. Создание единого информационного ресурса – это не сама цель. То есть, это то промежуточное звено, то отрывная точка, где еще мы больше, более плодотворно должны с вами работать. Дальше мы должны найти инвесторов для того, чтобы использовать этот земельный участок. Отдельное внимание уделено исполнению закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. На 5 марта землю получили 1130 семей. Остальные ждут, пока муниципалитеты решат земельные вопросы в их пользу. Количество многодетных семей, из них нуждается в улучшении жилищных условий 1857. Каждый раз приходится в любых совещаниях, в любого уровня отмечать на достоверность предоставления информации вами. Сегодня 3303 семей обратились в районы и города за тем, чтобы поставить их на учет для получения земель. Из них 2924 – это 89% поставлено на учет. Понятно, что в сельских районах подобрать земельный участок проще, чем в городских округах. Но городские власти не должны отговариваться отсутствием свободных территорий. В Новочебоксарске за прошедший год земельный участок получила только одна семья. Это недопустимо. В ближайшее время рабочая группа Миномущества планирует побывать во всех проблемных муниципалитетах, чтобы вместе с их руководством сдвинуть дело с мертвой точки. Данифа Тагерова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Свой план развития сегодня определяли в Урмарском районе, заодно подытожив работу за прошлый год. В совещании принял участие заместитель председателя кабинета министров, глава Минсельхоза Сергей Павлов. Гости побывали на одном из предприятий Урмар по пошиву верхней одежды. Вручили ключи от квартир новоселам в так называемом социальном доме. Квадратный метр в нем получили ветераны, вдовы участников Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Новоселом стала и вдова участника войны Клавдия Петрова. Она переехала в поселок Урмары из частного дома в деревне Шигали, рассказывает ее родственница. Ведь вначале и не думали, что на такую квартиру дадут. Но она жила в деревне, с мужем жила. Топили, здоровье пока было, воду носили. В 2006 году муж, участник войны, Григорий Петрович, ушел от нас. Ей стало, конечно, труднее. Жить-то она смогла бы, наверное, но воду таскать уже не может. Топить тоже. И удобства уже нужны пожилому человеку. Итоги социально-экономического развития района подвели на совещание в администрации. Здесь же расписали план действий, который должен улучшить жизнь людей. По растеневодству вы сделали шаг вперед. Конечно, по 2012 году были объективные снижения. Но, скажем, на сегодняшний день, скажем, или в этом году произвести 40 тысяч тонн зерна для Урмарского района, я думаю, что это не такая большая проблема, а это задача, которая выполнима и которую нужно выполнять. Но, что касается растеневодства, животноводства, то здесь, конечно, есть определенные проблемы. Поголовье коров в организациях вы находитесь на третьем месте снизу, после Козловского, Шумерлинского района. Даже Марпасадский район в этом году уже по поголовью обогнал. Билеты на поезда начали продавать с сезонными скидками. Понижающий коэффициент к стоимости билетов на поезда дальнего исследования начал действовать с начала этой недели. На 25% меньше среднегодового тарифа будет стоить билет в плацкартные и общие вагоны поездов формирования ОАО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД» отправлением с 11 марта по 27 апреля. На 20% снизится стоимость билетов в купейные вагоны СВ, отправление которых предусмотрено с 11 марта по 25 апреля. Розочки на торце волоса, ландыши из пыли, Винни-Пух с друзьями на маковом зернышке и другие невидимые глазу диковинки привез в Чебоксары новосибирский мастер микроминиатюр Владимир Аниськин. Все его творения можно разглядеть лишь с помощью оптических приборов. С микромиром познакомились мои коллеги Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Однажды писатель Николай Лисков встретился с одним оружейником и услышал от него прибаутку о том, что англичане выковали стальную блоху, а тулики ее подковали. Так родился сказ о тульском мастере левше. Спустя столетия подвиг лисковского героя повторил и сибиряк Владимир Аниськин, чья персональная выставка открылась в Чебоксарах. Мастер из Новосибирска блоху подковал не стальную, а самую, что ни на есть настоящую. Позаимствовал он ее у соседского кота. Блоха постоянно дергала лапками и мешала заколачивать гвоздики. После того, как насекомая обулась, стало слышно, как она в стеклянной колбочке стучала копытами, чем не раз отвлекала мастера от другой точной работы. Кроме подкованного насекомого, у Владимира есть и другие, не менее уникальные творения. К примеру, фрагмент из рассказа Лескова о левше, выполненный на срезе рисового зернышка. Надпись на человеческом волосе. Шахматные фигурки, размещенные на маковом зернышке. Караван верблюдов в игольном ушке. Рисунок на половинке яблочной косточки. Один из самых интересных экспонатов является роза в волосе. Мастер просверлил волос диаметром 120 микрон и разместил туда цветок розы. Также интересными экспонатами являются ордена и медали. В изготовлении этих работ мастер использует драгоценные металлы. Это серебро, золото. На выставке «Дива под микроскопом» размещены 29 работ. Владимир Аниськин работает по новой технологии, изготавливает микроминиатюры. У него в наличии 130 работ. Знакомьтесь, самая маленькая в мире матрешка. Высота всего 0,2 мм. Владимир расположил ее на срезе волоса. Разглядеть эту исконно русскую игрушку можно только в микроскоп. Впрочем, другие экспонаты этой выставки также можно увидеть лишь с помощью оптических приспособлений. На изготовление этих произведений искусства у мастера уходит от 6 дней до 6 месяцев. Самой времезатратной работой считается шахматный столик. Владимир делал его около полугода. Шедевр родился только с третьей попытки. Первые два столика были поломаны. Сибирский микроминиатюрист – настоящий гений своего дела. Это подтвердит каждый, кто когда-нибудь видел его творение. Особенно мне понравился Винни-Пух в 3D-модели. Я не понимаю, как можно вылепить эти 3D-модели, как их высвелить. Вообще меня поразили все работы этого мастера. Мастер, я так понимаю, очень талантливый. Стоит все-таки посмотреть в жизни, расширить свой кругозор и посмотреть на это. Крохотные произведения искусства на время поселились в музее истории трактора. Выставка работ сибирского «Левши» будет работать до 7 апреля. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. В этом году, 18 апреля, Всероссийскому спортивному обществу «Динамо» исполняется 90 лет. В преддверии этой даты мы показываем серию репортажей о наиболее выдающихся людях, внесших немалый вклад в развитие этого спортивного движения. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Геннадий Герасимов, заслуженный тренер Советского Союза, среди воспитанников которого такие известные «Динамовцы», как боксеры. Валериан Соколов, Владимир Мельник и Валерий Лаптев. Продолжит моя коллега из пресс-службы МВД по Чувашии Марина Сергеева. Геннадий Герасимов для Чувашии – человек-легенда. В свое время именно он положил начало развитию бокса в республике. Больше полувека заслуженный тренер России и СССР по боксу является членом Чувашской республиканской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В 1955 году я пришел, в первую очередь начал создавать группу боксеров, чтобы приходить заниматься боксом «Динамо». Я не думал, что такая масса будет большая, что мне приходилось заниматься с 7 утра и уходил в 8 часов вечера из зала «Динамо». За время работы тренером он воспитал целые плеяды выдающихся спортсменов, среди которых особое место занимает олимпийский чемпион 68-го года, чемпион Европы и неоднократный чемпион СССР Валериан Соколов, а также обладатель Кубка мира 83-го года, чемпион Европы и Советского Союза Владимир Мельник и мастер спорта СССР, обладатель Кубка мира, чемпион Европы и СССР Валерий Лаптев. Кроме этого, Геннадий Николаевич подготовил более 10 мастеров спорта СССР и России, несколько десятков кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого спортивного разряда. По мнению заслуженного тренера, чтобы добиться успеха в боксе, необходимо обладать различными качествами. Главное в боксе это много и характер, воля, физическая, техническая, тактическая подготовка. Главное, что была здоровая нервная система, хорошо. Если немножко она шалит, это точно выигрыш не будет. У 81-летнего тренера много различных наград, но самая ценная из них, по его словам, это орден с заслуги перед Чувашской республикой. Жизнь Геннадия Николаевича сегодня тесно связана со спортом. Он является консультантом главного тренера республики по боксу. На этой неделе началась масленица, она же сырная седмица перед Великим постом. По народной традиции именно сейчас нужно провожать зиму и печь всевозможные блины, символизирующие весеннее солнце. Этот древнейший праздник очень любят и взрослые дети. Сырная седмица для верующих в последнюю неделю до Великого Поста, когда можно есть молочные продукты и яйца. Срок масленицы зависит от даты главного христианского праздника. По православным традициям масленица начинается за 56 дней до Пасхи. Кстати, каждый день масленичной недели имеет свое название. Оно оказывает, что именно нужно делать в этот день. И вот мини-календарь забав на текущую семидневку. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница – тещины – вечерки, суббота – заловки на посиделке, воскресенье – 17 марта – прощенный день. Чтобы освободиться от грехов перед Великим постом, все просят друг у друга прощения и слышат в ответ «Бог простит». Также в этот день сжигают соломенное чучело – символ зимы, провожая ее до следующего года. На сегодня это все новости, а я с вами прощаюсь. До завтра, оставайтесь с нами, хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова